Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Козловский, я основатель компании Enjoy. И сегодня мы сделаем небольшое интервью-трансляцию с юристом для ответа на вопросы туристов, агентств, как себя вести с заявками, как себя вообще вести в той ситуации, в которой все мы сейчас оказались, какие у нас есть возможности, права, какие есть разрешения проблематичных ситуаций и что вообще говорит юридическая точка зрения на ту обстановку, которая сейчас происходит, на самом деле есть ли форс-мажор и что с ним можно делать. Я вам представляю Наталью. Наталья, добрый день! Как ваши дела? Доброго дня! Все доброе! Надеемся, что эта ситуация будет вычерпана наибольшим временем. И все вопросы, которые на сегодняшний день существуют в туристической деятельности, або вообще, скажем так, в Украине, в свете, будут закрыты. Потому что коронавирус не будет вырувать по нашей планете и все будут живы, здоровы и не лишатся. На самом деле, да. Или форс-мажор и как это в нашем законодательстве это все расценивается и что с этим можно сделать? Так. На сегодняшний день действительно существует форс-мажорные обстоятельства. Это подтверждается сгідно постановой Кабинета Министров Украины от 11 березня 2020 года номер 211, также закону Калиния 3219, также закону Калиния, которым изменили и внесли изменения в других законодательских актов, это 530 закон, в котором говорится и на уровне государства визнано эпидемию форс-мажорной обстоятельств. То есть на сегодняшний день, и враховывая ситуацию в СССР, такой сложной ситуации, которая есть на сегодняшний день, вообще не было в нашем... Ну, за час мого, принаймні, иснувания не было такой ситуации, поэтому я вважаю, и много юристов вважаю на сегодняшний день, что эту ситуацию можно бы признать корс-мажорной, просто у нас на сегодняшний день нет еще судово-практики, стоимость этого вопроса, но вообще можно признать и без торгово-промисловой палаты. Конечно, нужно враховывать и то, что прописано в договорах, не кількость, ну, сгідночинного законодательства. Если договор говорит однозначно о торгово-промисловой палате, тогда это будет трошки сложнее довести без того сертификата торгово-промисловой палаты. Но все-таки можно. Если в договоре говорится о подтверждении торгово-промисловой палаты и другим документам, или то, что передбачено в законодательстве Украины, то однозначно в этих договорах не нужно. До сертификата торгово-промисловой палаты будет достаточно решений на законодательстве. То есть установок, указаний президента Украины, Кабинета министров, законов Украины. Цих нормативно-правовых документов будет больше чем достаточно для того, чтобы признать обставины, которые на сегодняшний день склалися по СМЗОР. То есть в этой ситуации... Да, еще хочу добавить, что так же не только именно эти документы, а и указ президента про закритие, что пересхождает здействовольствование взагалой туристической, это в первую очередь нужно ссылаться на закритие портона, что было сделано с 12-го года, с 17-го березня, по сегодняшний день, по 24-й квадрате. Хотя этот термин будет продолжен. Думаю, что это будет подтверждено официально до 10-го травня. И есть такая попередняя информация, что будет про корс-мажорные обставины, и именно карантин продолжен до 10-го травня. Поэтому в первую очередь нужно обратить внимание не только на эти законы и установки, а именно на этот указ президента про закритие портона. То есть на сегодняшний день, давайте так, посмотрим на туристов. То есть если у них вылет на конец апреля, на майские праздники, в данной ситуации самый часто задаваемый вопрос, оплачивать ли нам эти туры и что нам делать. Этот вопрос касаться будет даже не только туристов, но и туристических агентств. Так как стоит вот дилемма, уже фактически две недели до вылета, и многие операторы по своим правилам и по договорам требуют внести окончательную оплату. Так как пока карантин официально не продлен. То есть в этой ситуации, пока он официально не продлен, и операторы начинают где-то упираться в том плане расчета, да? То есть говорят, надо сейчас... Какие действия туристов и туристических агентств в данной ситуации? Значит, в данной ситуации и форс-мажорных, еще раз повторюсь, обставинах и карантин, опинились все стороны до вылета, то есть и туристические операторы, и туристические агентства, и туризм. На данный момент существует и форс-мажорный обставин и карантин, и это даёт повное право, даже если не продолжить карантину, не сплачивать туристам и туристическим агентствам за данную поступку. Потому что, в первую очередь, люди не полетят в тот период, и не полетели уже, например, в березне месяце. И эти заявки будут перенесены на другой период. И на сегодняшний день, пока не заканчивается карантин, соответственно, по установке 211 закону 503, и закрытие кордона в указу президента Украины, есть право в пользу не сплачивать за данную туристическую послугу. Точно так же и турокоратори. Что касается турагентств? Что касается турагентств, то я, и мы тоже так сделали нашу турагентство, мы полетомили повністю всех туристических кооператоров, про то, что, соответственно, до договору, существуют на сегодняшний день, згідно нормативно-проводных документов по установке Украины, форс-мажорные обставины. И пока не закончатся эти форс-мажорные обставины, нам не будет сплачено за данную послугу. Точно так же и повідомили мы от имени нам и от имени туристов, потому что в этой ситуации находятся все стороны договора. И еще плюс до того всего, что касается туристических агентств, треба в каждой заявке это им наголошить и прописывать, что оплата будет сделана после закінчения форс-мажора. На сегодняшний день, 24-го ряда, если нормативно-проводными документами на уровне уряда будет продолжен карантин, то, конечно, будет продолжен термин для сплаты турагентств и туристов. То есть, получается, на сегодняшний день, если турагентством поступают заявления от туристического оператора об оплате и о начислении какой-то пени, это можно на юридическом уровне отказать. То есть, мы официально можем не оплачивать заявки, даже если они не припадают на период карантина. Но это мы говорим про период до 10 мая, да? Хорошо, а если период, например, это те, которые в течение двух недель, а то, что будет потом, за две недели до вылета, я так понимаю, время покажет, правильно? То есть, если туристы... Да, да. Так, это самое то, что случается, периоды, ну, какие же наступают для оплаты. Две недели до вылета, получается. Да, две недели до вылета. А то, что случается уже в других периодах, и тогда уже будем смотреться, взагалі, по ситуации надо смотреться, и, взагалі, по тому, ну, как мы будем выходить, скажем так, из своего карантина, и какие будут новые, возможно, какие-то нормативные правые документы приняты на рейтинге. Так, значит, теперь еще самый главный вопрос. Получается, у вас есть возможность, вы всегда говорите про официальные заявления, про официальную подготовку документов, то есть, официальные документы, то есть, если вы турист, или вы туристическое агентство, или вы турист у туристического агентства, у которого есть проблемы с официальным оформлением, я так понимаю, есть возможность обращаться вот к Наталье в данном случае, и есть возможность помочь официальным оформлением или помочь какой-то консультацией по той или иной ситуации, как с юридической точки зрения. Правильно? Я понимаю. Да, да, так. Можливо, теж зараз багатьох туристических агентств, так само, например, напевно, туристы, цікавить взагалі умови перебронювания, умови замороживания и такой послуги, як Ребу, взагалі, яку пропускнує туристичный оператор Джейнап. Тому взагалі цікаво можете теж звертатися, тому що, скажем так, ця додаткова угода на послуги Ребу є неоднозначною і її треба розглядати під, скажем, трьома ракурсами. Під ракурсом туристичного оператора. Значит так, для того, щоб ми не завалили Наталью звонками, для того, щоб у неї була можливість кожному як минимум либо проконсультировати, либо взяти в роботу по офіціальному оформлению документів, по каким-то офіціальним... То есть, якщо ви турист, в будь-либо ваше действие, будь то перебронування, заморозка, депонування, аннуляція, все должно сопровождаться документально. Нельзя сказати, перебронувайте мене в телефонному режимі, я так понимаю, даже, якщо офіс не працює, є електронні договори, є навіть банально відсканіровані підписанні договори. Все запроси можна відправити мені в інстаграм і я вже назначу время, кому це буде, опять же, интересно, кому це потрібно, коли можна буде проконсультироватися з Наталією, так як, кроме того, що є юридічна практика, є юридічна практика іменно в туристічному бізнесі, т.е. в туристічній сфері. Так як є юристы разній практики, є туристы разносторонній, тут, якби, спеціфіка роботи зв'язана конкретно с туристической деятельністю, тому є дуже багато нюансів, які юристы, в общем, не знають, що таке перебронування, що таке внесення змінений, що таке страфовки, страфовки від невыезду. Услуга рибук, юристу обычному це треба все починать объясняти по пальцям, то, слава Богу, у Наталії є практика роботи з заявками, є практика роботи з туристами, є практика роботи з агентствами і вообще понимає всю кухню, туристическую, т.е. объяснять, що і як і чому не потрібно, тому, якщо потрібна буде консультация, акційні документи, не дай Бог судовая практика, зв'язана я с туристической деятельністю, я оставляю інстаграм, пишіть і я сформирую время, в якому можна буде проконсультироваться, либо уже даже встретиться где-то, я правда не знаю, получится или не получится по поводу встречи, так как, опять же, карантин, но все обсуждается сейчас в телефонном режиме или даже в такой зум-конференции, как вот мы сейчас с Натальей проводим, точно так же можно провести и с агентством, и с туристами, а в принципе, если соберется много агентств, у которых будет много вопросов, возможно, мы сделаем такую агентскую зум-консультацию по юридическим вопросам. Если кому-то будет интересно, тоже пишите мне в инстаграм, я попробую договориться для того, чтобы мы там выделили час-два часа времени Натальи для такой общей зум-консультации по юридическим вопросам.